Информационная служба Время экономить. К 2025 году доля возобновляемых источников энергии достигнет 6%. Какие проекты уже реализованы в Казахстане и что планируется освоить в ближайшем будущем? Стоп-контроль и ужесточение досмотра на таможенном контроле принесло в бюджет 25 миллиардов тенге, что пытаются провести нелегально и почему расходятся статистические данные импорта и экспорта. А теперь об этом и многом другом более подробно. Доля возобновляемых источников энергии в Казахстане к 2025 году достигнет 6%. Об этом на заседании правительства сообщил министр энергетики Нурлан Ногаев. По его словам, в секторе зеленой энергии сейчас работают инвесторы из 10 странов мира. Также в качестве инвесторов пришли крупные нефтяные компании, такие как «Эни», «Тоталь» и «Рен», которые уже реализовали проекты в Казахстане и имеют планы по дальнейшему развитию проектов «Ве». По мнению иностранных экспертов, Казахстан взял на себя смелые обязательства по быстрому переходу к зеленой экономике. Правительство планирует увеличить долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны с нынешних 3% до 6%. Зарубежные эксперты не уверены, сможет ли Казахстан так быстро реализовать эти амбициозные планы. Пока главный источник выработки электроэнергии в стране – это уголь. Залежи этого топлива хватит еще на 200 лет. Это стабильное электричество в любую погоду, которое стоит намного дешевле. Но на стороне возобновляемой энергии – время. Годы устаревшей системы сочтены. Советские теплоэлектроцентрали в Казахстане изношены и рано или поздно выйдут из строя. В Казахстане в текущем году введут в эксплуатацию 23 объекта возобновляемых источников энергии. Объем инвестиций в эти проекты составил 370 миллионов долларов. В 2021 году доля ВИЭ в общей генерации электроэнергии по стране должна вырасти с 3 до 3,3%. Развитие возобновляемых источников энергии – ветра, солнца и горных рек – является перспективным направлением. Потенциал этих источников, судя по мнению специалистов, в Казахстане огромен. Однако он почти не используется. Например, потенциал ветровой энергии Джунгарского коридора хватит, чтобы не только обеспечить Юг Казахстана электричеством, но и экспортировать излишки ресурсов на рынке других стран. Основная загвоздка в том, что такая энергия будет стоить примерно в 5-6 раз дороже обычной. Мы намерены довести долю возобновляемой энергетики в общем объеме производства электроэнергии до 6% в 2025 году, к 2030 году – до 10%, а к 2050 году на возобновляемые и альтернативные источники энергии должно приходиться не менее половины всего энергопотребления. Это позволит исполнить обязательства Казахстана в рамках Парижского соглашения. В Казахстане о возобновляемых источниках энергии чаще всего говорили в контексте международных обязательств, и обычно разговорами все и заканчивалось. Переход к делу начался после того, как сошлись несколько факторов. Технологии подешевели, появились системные меры поддержки и внутренняя потребность страны в энергии из возобновляемых источников. Бауржаншехмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42. Ужесточение досмотра на таможенном контроле принесло 25 миллиардов тенге в бюджет. Об этом на заседании Кабмина сообщил министр финансов Ярулан Жамаубаев. По его словам, речь идет о расхождении статданных по направлениям экспорт КНР и импорт Республика Казахстан. Как отметил чиновник, выявлена и ограничена деятельность 5000 компаний с суммой оборота 2 триллиона тенге. По данным Всемирного банка, у нас самые коррумпированные госорганы – это налоговая и таможня. По данным Антикора, налоговики Казахстана берут взятки от 1000 до миллиона тенге. Как заявил министр финансов Жамаубаев, у налоговиков низкие зарплаты. Такое положение влечет отток опытных работников, которые зачастую применяют свои приобретенные знания и навыки в частном секторе. Теперь, чтобы снизить коррупцию, налоговикам дадут форму и поднимут оклады. Эти меры позволят сохранить высококвалифицированные кадры, полагает Жамаубаев. Агентством по противодействию коррупции и проектным офисам Адалдхалана отмечается подверженность коррупции сотрудников госдоходов ввиду низкой зарплаты, социальной незащищенности и высокой ответственности. В этой связи предлагается внедрение классных чинов с надбавкой к базовому окладу и введение единого форменного обмундирования. Но, как отмечают эксперты Транспаренцы, уровень коррупции в таможенных органах Казахстана в 10 раз выше, чем в налоговых органах. Речь идет о значительном расхождении цифр по товарообороту между Казахстаном и крупнейшими государственными партнерами. Хуже всего обстоит дело с импортными товарами из Китая. По нескольким категориям продукции объем необлагаемых никакими таможенными сборами товаров доходит до 90%. Разница идет на миллиарды долларов, что является существенной проблемой для бюджета страны. Это и есть прямые потери государственной казны. Министр признал, что выявлены тысячи компаний с оборотом, представьте себе, в 2 триллиона тенге. Выявлена и ограничена деятельность 5000 компаний с суммой оборота в 2 триллиона тенге. Расхождение стат данных по направлению экспорт КНР и импорт РК в прошлом году снижен до 45%. Повышена эффективность таможенных досмотров до 51%, что позволило дополнительно обеспечить 25 миллиардов тенге. Итак, министр признает факты громадной коррупции, но насколько повлияет более высокая зарплата на снижение коррупции? Эксперты отмечают, что нужно считать не доходы, а расходы. Налоговики и таможенники живут припеваючи, хотя если взглянуть на уровень их зарплат, получается, что они чуть ли не социально уязвимы слои населения. Если в других странах одно лишь подозрение в коррупции может привести к серьезным для чиновника последствиям, то в Казахстане чиновники в случае их обвинения могут еще и подать в суд за оскорбление чести и достоинства. Законодательная система заточена под интересы чиновников. Боуржанший Ахмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42. Далее блок коротких рекламных сюжетов и вот что вы увидите далее. Холодная линия Акимобласти Галийск-Алиев подверг критике работу медицинских учреждений, предоставляющих консультации по телефону. Под ритм жизни часть рестораторов «Уральска» решилась отдать свое помещение в аренду под различные социальные объекты. Во всем мире ежегодно увеличивается число бесплодных супружеских пар. Медики заявляют, что на это влияет целый ряд негативных факторов. К счастью, решение этой проблемы есть. Услуги искусственного оподотворения сегодня предлагает экоклиники. Клиника «Экомед», открывшаяся в Уральске, гарантирует сравнительно высокие результаты. Начала функционировать клиника ВТРАО в 2016 году. За все время работы медицинский центр показывает хорошие результаты. Даже при первоначальном негативном прогнозе до семи женщин из десяти становятся счастливыми мамами. Здесь проводится диагностика бесплодия, а также проводятся гинекологические осмотры, мультразвуковое исследование. Отбирается женщина на квоту по ЭКО. Далее мы женщин подготавливаем на ЭКО, на пункцию и перенос только отправляем в АТРАО. Остальное время они могут наблюдаться здесь, в Уральске. Клиника «Экомед» ждет пациентов с понедельника по пятницу с 8 до 16 часов, в субботу с 8 до 13 часов по адресу город Уральск, микрорайон Батирек, улица Нур, 5. Красивая, стильная, натуральная, а главное – теплая. Шуба от компании «Союзмеха» может стать отличным подарком для себя и своих близких. В холодное время года это один из самых подходящих вариантов подарка. Правильно подобранная верхняя одежда может радовать долгие годы. Ничто так не согреет в холод, как шуба из натурального меха. Компания «Союзмеха» уже на протяжении многих лет представляет выставку меховых изделий. Здесь самый широкий ассортимент товара. До 5000 изделий только из натурального меха животных. Норки, мутона, австралийской овчины, куницы, песца и лисы. Ассортимент моделей очень разнообразный. От классических длинных до коротких автоледий. Здесь самая широкая цветовая гамма. Дорогие покупатели, мы приглашаем вас на нашу выставку за покупками. У нас новое поступление шуб из меха канадской норки, финской норки и австралийской овчины. Также действуют грандиозные скидки и рассрочка на 24 месяца. Российская компания «Союзмеха» радует покупателей своими изделиями уже более 20 лет. На протяжении всего этого времени компания предоставляет потребителям только качественный товар. Каждое меховое изделие изготовлено строго по стандартам. Мех проходит тщательную обработку. На постоянной основе дизайнеры разрабатывают новые эксклюзивные модели, которые не оставят равнодушной ни одну покупательницу. Шуба всегда будет изысканным атрибутом вашего гардероба. Натурально теплый мех защитит вас от холода и непогоды. Если правильно ухаживать за этим видом одежды, шуба прослужит вам долгие годы. Я пришел в «Союзмеха». Я приобрел до этого супруги и матери шубы в этом магазине. И пришел посмотреть сегодня для себя. Здесь большой выбор. И мне здесь все понравилось. Спешите посетить выставку продажу меховых изделий от компании «Союзмеха». Возможно, именно здесь вы найдете ту самую модель, которая подойдет именно вам. Выставка продажа действует по адресу улица Сармодатова, 28, дробь 2. В торговом доме «Твой дом Квант». Остановка «Строитель» на цокольном этаже с 10.00 до 19.00. Выставка продлена до 21 февраля. А мы продолжим. Ресторанный бизнес в Актобе терпит крах. Погрязшие в долгах владельцы увеселительных заведений просят ослабить ограничительные меры. Свои предложения они озвучили на площадке региональной палаты предпринимателей. В городе уже закрылись все ночные клубы. Половина банкетных залов пустует. О том, как пандемия повлияла на ресторанный бизнес региона, расскажет Лейла Ауесова. Долги актюбинских рестораторов исчисляются миллионами. Это и фонд оплаты труда, и аренда, и кредиты, а также коммунальные платежи и обязательства перед поставщиками. По словам предпринимателей, единственный выход из ситуации – снятие ограничения по рабочему времени и по посадке гостей. Проспект Санкибай-Батыра в Ак-Тубе давно превратился в ресторан-авеню. Его украшают десятки фешенебельных заведений. Но пандемия внесла свои коррективы в работу рестораторов. Сейчас владельцы банкетных залов стопроцентные банкроты. 40% кафе уже разорились. Оставшиеся выживают на доставке горячей еды, которая значительного дохода не приносит и не перекрывает всех затрат. Все наболевшие проблемы в сфере общественного питания обсудили на площадке региональной палаты предпринимателей. Рестораторы предложили ввести фри-тайм, а также увеличить посадочные места с учетом 5-6 квадратных метров на человека, потому что в больших заведениях обслуживать банкеты для 30-50 гостей нерентабельно. Сейчас необходимо нам открыть 40% нашего рынка для того, чтобы люди смогли работать, зарабатывать и отдавать свои долги. Открыть мы ее можем благодаря программе АШИК. То есть первый пилот уже запущен. Он запущен в Нур-Султане, в Алмате. Статистика у нас следующим образом. Порядка 70-75% предприятий общественного питания закрыты. 40% из которых составляет наша до сих пор неоткрытая часть. Не спасла от разорения и отсрочка кредитов. Через фонд «Дому» обещали рефинансировать займы. Но многие рестораторы не смогли подать заявку, так как 80% рынка находится в аренде. Плюс ко всему резко взлетели цены на продукты питания, подорожали коммунальные услуги. Но несмотря на все трудности, некоторые бизнесмены не опускают руки и отмечают, что готовы работать до последнего. В Западно-Казахстанской области произошло частичное разрушение временной дамбы, которую соорудили предприниматели на объездной дороге в Рубежинском сельском округе района Батирек. Кадры с места событий сразу же появились в социальных сетях. Видно, что земляная насыпь осыпается под напорами воды. В Акимате района Батирек сообщили, что на место выезжали специалисты из управления автомобильных дорог. Они отметили, что в ближайшее время завершится капитальный ремонт основной трассы. Наблюдается уменьшение воды, уровень воды. Река протекает в транзитном режиме, угрозы потопления населению отсутствуют. На месте находятся сотрудники ОЧС района Батирек и местные исполнительные органы. Сейчас прорабатывается вопрос для восстановления данной насыпной дороги. Аким области Галий Скалиев подверг критике работу медицинских учреждений, которые должны давать консультации пациентам. Инспекторы обзвонили горячие линии больницы и убедились, что они едва теплые. Телефоны на другом конце не отвечали, либо включался автоответчик. Глава региона дал поручение наказать ответственных за работу колл-центров. Глава региона отметил важность работы горячих линий, колл-центров и консультаций медицинских учреждений. Сейчас многие люди не могут сами прийти в поликлинику или больницу. Инспекторы областного Акимата обзвонили ряд медицинских учреждений. Многие телефоны не отвечали ни вечером, ни в рабочее время. Колл-центры, которые указаны на сайте СтопКовид и на сайте самих больниц, телефоны не отвечали. Отвечал автоответчик только. Ни один телефон не брал, не было ответа. То есть люди, которые хотели бы сделать ночью компьютерную томографию по телефонам, которым мы сами указали, не смогли дозвониться. Исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения отметил, что меры по данным фактам будут приняты. И начал объяснять, по каким телефонам нужно звонить. По номеру 24-00-06 он был передан на базу колл-центра 109 и он работает с 8-00 до 20-00. По, значит, поликлиникам, городские поликлиники дают консультацию, значит, время работы с самой поликлиники. Это время с 8-00 до 20-00. По областной инфекционной больнице, значит, мы проработали, сейчас телефоны обновили. Согласно слайду, значит, у нас они могут обратиться к консультации пациентов с COVID-19 по номеру 21-15-16. И также было организовано для родственников пациентов специальное время для приема звонков с 16 до 18-00, где они могут узнать о состоянии пациента у лечащего врача. Глава региона заявил, что все телефоны, указанные на сайтах больниц или сайте stopcovid.kz, должны работать. И это будет проверено. Написано круглосуточно. Компьютерная томография работает. Как она работает, если здесь даже телефонов нет? А когда звонят по этим телефонам, трубки не берут. За всю информацию, которая на этом сайте размещена, и на сайтах наших медицинских учреждений, персональная ответственность этих сотрудников, руководителей этих больниц накажите. Отметим, что с 8 февраля в регионе действует ряд послаблений. Однако время работы многих бизнес-объектов по-прежнему ограничено. Роман Копняев, Монорбек Кушалиев, Александр Грабарев, ТДК-42. Меняем формат. В Управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития Западно-Казахстанской области доложили о первых результатах работы с ресторанами и банкетными залами, которые хотят поменять формат бизнеса. Напомним, такое предложение бизнесменам сделал Аким региона. Появились первые желающие отдать свои помещения в аренду под различные социальные объекты. На сегодняшний день более 70 банкетных залов Уральска приостановили свою деятельность. По области таких объектов более 100. Рестораторы пытаются добиться разрешения на проведение различных мероприятий, но постановление главного государственного санитарного врача запрещает это. В Управлении предпринимательства сообщили, что у них есть варианты по переформатированию помещений. Это могут быть дома творчества и культуры, спортивные объекты, центры социальной поддержки. Передача будет идти в аренду от одного года до трех лет на сегодняшний день. Сумма составляет от 2000 до 2500 тенге за квадратный метр с учетом места расположения, с учетом ремонта и других требований. Банкетный зал Ахбусага на сегодняшний день работает. Он магазин электротоваров. Банкетный зал Айлуна-2 – это магазин одежды. Банкетный зал Той Сарае. Учебный центр сегодня, кстати, будет открытие. И вот один пример в поселке Переметном, это в район Батерек. Из банкетного зала Арна сделали вот супермаркет. Аким Западной Казахстанской области Галий Скалиев заявил, что многие бизнесмены поняли, что ограничения пришли в наше общество надолго. И они меняют формат. Есть такие прогнозы, что проведение массовых мероприятий не будет таким прибыльным, как раньше. Люди все-таки меняются и постепенно отходят от таких многозатратных массовых мероприятий. Вот наше предложение именно для таких было ориентировано. И поэтому управление предпринимательства должно продолжать эту работу не только в областном центре, но и в наших районах. Отметим, что работа нескольких бизнес-объектов в регионе сейчас приостановлена решением суда. Часть ресторанов и кафе по несколько раз нарушали действующие запреты. Роман Копняев, Монорбек Кушалиев, Александр Грабарев, ТДК-42. Уральский городской суд вынес обвинительный приговор 22-летней женщине, сбившей насмерть 10-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу. ДТП случилось напротив дворца школьников, куда подросток спешил на секцию по борьбе самбо. В суде было установлено, что утром 17 ноября 2020 года подсудимая совершила наезд на ребенка, управляя автомобилем Hyundai Taxon, грубо нарушив правила дорожного движения. Пострадавший скончался в больнице. Женщина заявила родственникам погибшего, что перепутала педали, газы и тормозы. Судом назначено наказание в виде одного года лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 5 лет с отбыванием наказания учреждения минимальной безопасности. При назначении наказания суд принял во внимание личность и молодой возраст посудимой, то есть ее возраст 20-го года, отсутствие судимости, а также смягчающее обстоятельство мнения представителя потерпевшего, который просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы. В ЭТРА у бесследно исчезают люди. Статистика пропавших без вести настораживает. Только за прошлый год в регионе зарегистрировано 20 таких фактов. К примеру, четвертый день жители ЭТРА ищут 30-летнего наурызбая Айткешева. На его поиски мобилизовали службу спасения, стражей порядка и волонтеров. «Наурыз вышел из дома 5 февраля, примерно в седьмом часу. В последнее время он часто болел. Выходил на улицу, потом заходил. Но в этот раз как ушел, так больше не возвращался домой». Асхат Айткешев в четвертый день ищет пропавшего брата. По его словам, наурыз вышел из дома босиком, без обуви. Больше его родные не видели. 30-летний мужчина страдает психическим расстройством. И это уже третье по счёту его исчезновения. Он находился под наблюдением медиков. Однако пациента признали вменяемым и никаких нарушений в его здоровье не обнаружили. «Его часто мучают приступы. Бывает, что болезнь отступает, и он ведёт себя нормально. Когда водили его на медицинское обследование, врачи задавали ему разные вопросы. Как зовут, например. Наурыз на все вопросы отвечал. Поэтому нам сказали, что никаких нарушений нет и не приняли его на лечение». На поиски наурыза вышла и наша съёмочная группа. Обошли десятки домов, пустырей, заброшенных строений, но безрезультатно. К слову, в Этрау за последние три года пропали без вести 157 человек. С помощью полиции нашлись 148. А с начала года в регионе ищут 20 человек. «Всего с начала текущего года в отделы полиции поступило 20 заявлений в отношении пропавших без вести. 15 пропавших были найдены в течение 24 часов. Четыре из них были найдены и переданы родственникам. В настоящее время разыскивается гражданин 1991 года рождения, пропавший без вести». А родственники пропавшего наурыза просят позвонить по номеру, указанному на экране, в случае, если вы видели его. В казахстанских сёлах разрешено проведение пятничного намаза. Так, проведение пятничного намаза разрешили и в Мангистауской области. Об этом сообщил руководитель областного управления по делам религии Максадбек Маханбетов. По его словам, Духовное управление мусульман Казахстана разрешило проведение пятничных молитв в сёлах областей, расположенных в зелёной зоне, в мечетях вместимостью до 150 человек с соблюдением санитарных требований и заполняемостью не более 25%. Если в сельской местности читать пятничные молитвы можно, то в городе на этот обряд пока действует запрет. Причиной этому является большое скопление жителей. «Жители города продолжают посещать сельские мечети в пригороде, чтобы совершить пятничную молитву, а вместимость сельских мечетей – 50-100 мест. Если жители из города приезжают в мечети села, требования постановления санитарного врача не будут соблюдаться». Вакцинация против коронавируса в регионе началась 3 февраля и на сегодняшний день ведётся согласно плану. Вакцинация препаратом «Спутник Ви» проводилась с 3 по 8 февраля в Актаусской городской поликлинике номер 2. «По итогам эпидемиологического анализа более 50% инфицированных находились в тесном контакте с больными коронавирусной инфекцией. С 1 января зарегистрировано 66 случаев коронавируса среди учащихся». Стоит отметить, в регионе привито 125 медицинских работников. Осложнений и реакции после вакцинации не зарегистрировано. Далее все вакцинированные будут находиться под медицинским наблюдением в течение трёх дней. В Уральске проходит акция по сдаче оружия. За ходом и законностью работы следят инспекторы, ответственные за оборот оружия. Такая работа проводится в рамках оперативно-профилактического мероприятия КАРУ. Жители города смогут легализовать своё оружие с 8 по 12 февраля. В первый день составлены протоколы на 9 лиц, нарушивших порядок хранения гражданского или служебного оружия. На двух жителей оформлен протокол в связи с истечением срока хранения оружия. За это время инспекторы проверят порядок хранения огнестрельных средств владельцев оружия. В Уральске насчитывается около 5 тысяч владельцев оружия. В рамках проводимого мероприятия будут возобновлены уголовные дела по прошлогодним и ранее совершённым преступлениям. Также продолжим выявлять оружие, боеприпасы и другие запрещённые вещества и изделия, находящиеся в незаконном обороте. В Уральске состоялся конкурс музыкального шоу «Яки Алем». Мероприятие организовано городским отделом культуры и развития языков и Домом культуры молодёжи. Оно собрало любителей искусства и ярких певцов на одной сцене. Основная особенность проекта – пение в дуэте специалистов из разных отраслей и профессиональных певцов. Музыкальный конкурс стартовал в ноябре 2020 года. Участники, которые до этого соревновались в четырёх этапах, выступили в финальной гонке. Стоит отметить, что участники пели только живым голосом. В итоге Рустем Киреев и Асилбек Каресов, исполнявшие песню «Саби Бахатты», завоевали гран-при конкурса. Конкурс прошёл на высшем уровне. На первом этапе участники пели народные песни, далее – ретро-песни и саундтреки к знаменитым фильмам. На пятом этапе конкурса участники сами выбирали жанры песен. На этом наш выпуск подошёл к концу, но напомню, что новости ТДК-42 доступны и в интернете по адресу www.tdk42.kz. Всего вам доброго, будьте здоровы и не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» Спонсор прогноза погоды – магазин «Ковры на Шолохово». «Ковры на Шолохово» – это роскошная изюминка любого интерьера. Наш адрес – город Уральск, улица Шолохова, 7 Г. Телефон – 8705-992-0207. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова